Мне было тяжело отказаться от этого залости. Коля, зачем прийти сразу? Коля, 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 я сейчас взорвусь как 300 тонн тротила. Я еще, я прям какой плодородный, я еще одну сенсацию нашел. Сидел монтировал ролик, ничего не предвещало, никаких грандиозных открытий. И вдруг сейчас шарю, чтобы было понятно. Рисовать не буду, просто надеюсь, что у людей есть образное обышление. Это просто так экран. Сколько нас человек сейчас прямом эфире услышит. 65 счастливчиков видят, как рождается история. Так, захват экрана, все пошло. Рисовать сейчас не буду, просто пока услышьте, а потом уже домолю им. Что мы с вами недавно узнали, что Азия, оговорка, что Австралия, это Антарктида. То есть вот этот носик, что мы с вами видим, плавно переходит весь континент. Изучая карты, при монтаже я понял, что верх Канады, верхняя часть, также плавно переходит в Антарктиду, в круг Антарктический. Она замкнута. Я всегда вспоминаю, вернее не всегда, сейчас только вспомнил крик души уважаемого Андрея Георгиевича Купцова, когда он заорал, да вы понимаете, что север Канады не изучен, что там куча неизведанных земель. Вы же понимаете, что если мы сейчас отправимся, не надо лететь в Австралию, пешком мандруем через весь концлагерь Россия. Там, как говорится, Берингового пролива нема или нету. Даже не обязательно, кстати, в Канаду идти. Там получается, что мы спокойненько можем достичь... Не, все-таки, скорее всего, современную Канаду нужно мандровать. Ну, в общем, современная Канада, она идет тоже впритык. На этой карте не показано это, я просто другое увидел. Сейчас не знаю, как вам это объяснить. Но вот эта часть, вот смотрите, вот нам отдельно нарисовали осколок, а до Антарктического круга Австралии не хватает нескольких километров, хотя она намертво туда входит. Вот с Канадой ситуация тождественна. То есть, скорее всего, она также плавно переходит в Антарктический круг. Вот эти земли, которые там они любят нам за Марс выдавать. Если в них все время углубляться на север, то можно вступить опять на Антарктический круг. То есть, Антарктический круг на самом деле ближе, чем мы можем себе представить. Его не надо пересекать морскими гладьями, как мы там голову ломали. Просто по суше можно дойти в соседнюю ячейку. Очередная сенсация, передаю слово. — Ты просто берешь вот это вот и терроризируешь нас. Мы еще это не переварили, а уже пора рожать новое. Это замечательно. Благодарю. — Я в тот раз, когда ты это сказал, я своему соседу это тут же объявил. Я говорю, представь себе, что ты 62-й, знаешь, что нету в Австралии. Через годы ты этим будешь гордиться. — Там... Дело в том, что и карта плоской земли, к которой мы привыкли сверху, она тоже является фейковой. — Ну, она не фейковая, она более-менее похожа на истину. Но она, конечно же, неправильная. Она неправильная... Австралия там точно неправильно показана. Новая Зеландия точно неправильно показана. — Из Канады эта ситуация, опять же, тождественна. Я просто не смог нарисовать. Я более в плоской варианте нарисовал. Сейчас я вам покажу плоский вариант, а с круглой надо воевать. Сейчас, обратите внимание, я расшарю. Но это только, наверное, в трансляции пока. Или ладно. Или скайп давайте. Демонстрацию. Вот, посмотрите. Это плоский я вариант. То есть, как бы, это... Ну, не плоский. Короче, примитивно очень, но чтоб смысл передать. Мы на этой карте видим антарктический круг, который опоясывает, грубо говоря, нашу соту. Вот Австралия плавно переходит, вот внизу справа она переходит в антарктический круг. И Канада вверху тоже плавно переходит в антарктический круг. То есть, если все время идти на север Канады, мы попадаем на так называемый антарктический круг и на соседние ячейки. Там надо корректировать. Я знаю, как надо нарисовать даже на плоской поверхности истинную Канаду. Не ту, которую. Там сместили немножко центр. Антарктический круг проходит немножко по другой линии. Немножко по другой. И Канаду сознательно обрезали. Она значительно больше, чем показана на плоской поверхности. Примечательный сайт случайно нашел. Не сам сайт. Когда я, чтобы без ошибки написать название ролика, прописал Австралия и Канада. Австралия и Канада не существуют. Мне выпал сайт. А сайт занимается тем, что Австралия и Канада лучшие страны для эмиграции профессионалов. Вот так вот. А эмиграции куда? Правильно, в соседние ячейки. Эти сволочи на сайте свои в эти басонам, масонам и черепам и костям дали четкое понимание, что Австралия и Канада это страны для эмиграции в соседние ячейки. Вот так вот. Ага, то есть получается тебя там примеряет служба там. Кстати, почему-то туда эмигрируют, эмигрируют и все людей мало и мало. Тоже странно, да? Да, и, кстати, я вчера тоже ляпанул, что в Австралию, как говорят, эта девушка, в Австралию не свозили, а не топили. Вот как раз-то свозили и перевозили за это, за Антарктический круг. А еще интересный факт, Слава. Факт очень интересный. У меня знакомая женщина, она, ну, царство небесное, недалеко жила, с семьями дружили, и этот, к ней приезжал муж с Австралии. Ой, не муж, а этот, брат, я прошу прощения, брат приезжал. И вот он был врачом. Так вот, он сказал такую интересную особенность, то, что если туда очень предпочтительно, чтобы туда ехали, ну, женщины. То есть, если у вас несколько дочек, то вообще это прекрасно. То есть, тебе вообще зеленый туда надо ездить. Не только, что ты специалист хороший, но если у тебя и дочери, то вообще отлично. То есть, туда с удовольствием и женщин, как бы, берут на руку. Ну, вот видишь, может, и хорошо, что я твою информацию вперед пропустил, потому что я хотел сказать дальше следующее, что в Аргентине целая проблема. Девушек на экскурсию отправляют в Антарктиду, на Антарктический круг, но девушки никогда не возвращаются уже. То есть, перекидывают в соседнюю ячейку. Точно так же и в Австралии девушек перекидывают в соседнюю соту. А там неизвестна их судьба. А может, на жертвоприношение? Ну, не для хорошего, я вам сразу скажу, не для хорошего. Ну, не для жертвоприношения, а для размошения. Там какие-нибудь рептилоиды это ужасы делают. Вот, видишь, Ром, Антарктида, вернее Австралия снизу, да? Вот белый континент ты видишь. Вообще, вот все разделена, вся карта разделена на два цвета. Белые земли и желтые земли. Видишь? Да. Желтые земли это неизведанные якобы инкогнито, а белые земли изведанные. На то время, когда рисовалась эта карта. Австралия, никто там не был на тот момент. Вот они и написали инкогнито, типа, неизвестные южные земли. А верхняя, видишь, что Канада, она соединена с Арктикой, так называемой, или что это такое, непонятно. Но это все одно целое. А гиперборея, это та же гиперборея, которую я нарисовала на старых картах, и, скорее всего, нам ее не показывают и закрашивают. Она меньше всего, скорее всего, размерами, чем пишется на старинных картах. Ну, так вот, и получается вот такая вот ситуация, что здесь, да, очень похоже, что из Канады есть туда переход какой-то небольшой. Оттуда можно увидеть, если даже пролив какой-то, но можно увидеть с помощью биноклей, поэтому туда вряд ли-то и будут пускать. И, да, что, скорее всего, Австралии нет, и это она вот торчит, судя даже по старинным картам. Они просто переделывают карты, которые истинны, то есть, скорее всего, не они писали первоначально, самые первые карты. А потом начинают их переделывать и со временем быстро-быстро модифицируют под своей, как бы, ну, политику, чтобы все, она ограничена, никуда вы не денетесь. Вот, поэтому очень интересно. Это, знаете, уже прихожу к такому выводу, это, не знаю, как брать рюкзак Маракумба у Купцова и крутить плод и плыть туда, знаете, или там делать автошир и лететь туда. Стоп, арбалет еще в дорогу нужно взять, арбалет. Нам земли не раскрытые, раскрыть пора. Я говорю, представь себе, что ты 62-й, знаешь, что нету в Австралии. Через годы ты этим будешь гордиться. Да. Что можно сказать? Слава славе! Слава славе!